Забота, внимание, помощь, поддержка тех, кому сегодня трудно. Защита здесь. Социальная программа. Заведующее отделением на мобильной основе комплексного центра социального обслуживания населения в Лекском районе Лилия Сидорова принимает очередной звонок. Именно к ней стекаются заявки на получение различного рода помощи, в основном социально-бытовые и транспортные услуги. Летом особенно актуальна уборка территории и работа на приусадебном участке. В первую очередь мы выполняем заявки участников войны, ветеранов войны, тружеников тыла, в первую очередь, а потом уже остальных инвалидов и пенсионеров. У нас вся категория нуждающиеся люди, население. Услуги востребованные, служба нужна, обращаются каждый день. Ольга Курганова – инвалид второй группы. Состояние здоровья не позволяет ей самостоятельно выполнять тяжелую физическую нагрузку. Поэтому и обратилась в мобильную службу, с сотрудниками которой она давно знакома. Пользуюсь услугами ЦСО, вот именно этой мобильной группой их, три года уже. Меня очень устраивает это, потому что сама я по состоянию здоровья не в состоянии вывести бытовой мусор. Ну как сказать, ребята доброжелательные все, заявку подаю по телефону, со мной обговаривают, на какое время я могу присутствовать и подъедут. Работают аналогичные мобильные службы и в других территориях Оренбургской области. Для того, чтобы воспользоваться их услугами, нужно позвонить в комплексный центр по месту жительства и оставить заявку на получение той или иной помощи. В Оренбурге состоялся семинар-совещание по разработке модели развития системы профилактики социального сиротства в нашем регионе. Мероприятие прошло в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между областным правительством, благотворительным фондом «Будущее Оренбуржья» и фондом профилактики социального сиротства из Москвы. Управленцы из различных министерств и ведомств, и соцзащита, и здравоохранение, и образование, то есть те, кто в эту систему задействованы, должны проанализировать ситуацию, понять, что уже хорошо работает, что может сделать лучше, какие конкретные изменения внедрять, определиться, получить четкую картину, что менять и как, и дальше уже начинается эта работа. Модель профилактики социального сиротства предусматривает прежде всего внедрение системы раннего выявления семейного неблагополучия и развитие профилактики отказов от новорожденных. По мнению представителя фонда по работе с регионами Елены Макушиной, важна не только работа с программами профилактики, но и их дальнейшее сопровождение. Сейчас у нас создается система работы, и мы очень рассчитываем, что будет выстроена именно системная работа по профилактике социального сиротства, начиная от самого-самого маленького кризиса, завершая самыми серьезными проблемами. Это основная задача, которая стоит и работает, наверное, во всей стране, то есть системная работа с семьей. Второй день семинара прошел в социально-реабилитационном центре несовершеннолетних «Гармония». По словам специалистов, именно здесь можно соединить теорию и практику и воочию увидеть, как решаются недетские проблемы детей в Оренбурге. Здесь находится 50 детей, оставшихся без попечения родителей, без присмотра. С ними проводится серьезная реабилитационная работа. Для участников совещания была организована экскурсия, во время которой они познакомились с условиями проживания воспитанников, увидели различные формы работы сотрудников центра с детьми. В завершение семинара каждый получил не только знания и новую информацию, но и материалы, которыми обязательно поделятся с коллегами в своих территориях. В новый дом семья Бросимовых из поселка Первомайский переехала недавно. В 2012 году им был выделен земельный участок и субсидия по программе «Молодая семья». Сразу же началось строительство. Ремонтные работы еще продолжаются, но в целом здесь уже можно жить. Самое главное – свой дом, начало есть, но все остальное приложится. Все сделаем, огороду и забор поставим. Все будет хорошо. Тем не менее, как настоящая дачница, Любовь уже посадила все самое необходимое около дома. Теперь дочка Саша вместе с мамой ухаживает за растениями. Помогают дети по хозяйству. В семье Бросимовых все любят молоко. Коровы у них пока нет, а вот коз уже завели. Словом, когда есть собственная земля, благоустроить свой уголок можно так, как хочется. Пусть и не сразу. В период с 1 января 2014 года по 24 июня 2015 года к нам в Центр социального обслуживания в Первомайском районе обратилось 102 семьи на получение права, на получение государственной услуги, определение права на бесплатное предоставление в собственность земельного участка для индивидуального строительства. Из них 95 семьям мужа выдали справки, подтверждающие право на получение бесплатного земельного участка. К многодетным семьям в Первомайском районе, равно как и во всей области, внимание особое. Специалисты комплексного центра помогают получить субсидии земельной участки, заключить госконтракты на развитие личного подсобного хозяйства и отправить ребятишек в санатории и лагеря. Ежегодно с 1 августа по 1 декабря в комплексном центре проходят заявочные кампании, в период которой граждане, воспитывающие детей в возрасте от 4 до 16 лет, могут подать заявление на получение сертификата, оздоровить своих детей в санаториях и лагерях на территории Оренбургской области, а также и за ее пределами. Хочется сказать, что все специалисты, которые занимаются вопросом организации отдыха и оздоровления, заинтересованы в том, чтобы отдых у детей был приятным, запоминающимся, а оздоровление полезным. В семье Кашпор трое детей. Каждое лето ребят ждут не только речка, походы, огород, но и отдых в различных санаториях. Сейчас двое младших детей у нас находятся с мужем в санатории «Луч». Все им нравится, приезжают позитивные, отдохнувшие, веселые. Каждый год просится в тот санаторий, в котором они побывали. Один из новых современных санаторий – «Солнечная страна». Не каждый регион может похвастаться таким учреждением для детского отдыха. Там можно получить комплекс оздоровительных процедур и поучаствовать в ярких мероприятиях. Иван Кашпор совсем недавно вернулся оттуда и поделился впечатлениями. Мне очень понравилось. Получил позитивные эмоции. Ходил на разные секции. В текущем году в Оренбургской области работает 1150 лагерей. Так что у детей есть выбор, где активно использовать для здоровья провести лето. День семьи, любви и верности отмечается уже пятый раз. Этот праздник – дань памяти святым Петру и Февронии, которые считаются на Руси покровителями брака. В этом году торжества проходили в областной филармонии. В зале собрались представители различных поколений. Первыми на сцену вышли молодые семьи, которым вручили свидетельство на социальную выплату при получении кредита на приобретение жилья. Однако особое внимание было уделено супружеским парам, которые вместе более полувека. И очень приятно, что среди семей, которые сегодня будут награждены, есть семьи, участники которых прожили более 67 лет совместной жизни. Это ветераны, уважаемые Великой Отечественной войны. Есть семьи практически во всех наших муниципальных образованиях и городах. Очень много семей номинантов многодетных. Из 132 пар со всех муниципальных образований области были отобраны 50. Учитывалось все – семейный стаж, количество детей, годы работы. Им вручены медали за любовь и верность, а также денежные премии и средства областного бюджета. Для всей страны, для всех семейных пар. То есть это очень хороший, светлый, добрый праздник – День семьи, любви и верности. Всем семьям Оренбургской области здоровья, счастья, любви и верности. Пузаков и Петр Константинович и Нина Михайловна вместе 67 лет. Судьба свела их вместе в далеком 48-м году. С тех пор они неразлучны. Это было молодые были, танцы были. Вот на танцах познакомились и поженились. Он пришел с армии, красивый, молодой, чупастый, глазастый. И я его сразу полюбила. Ну, дружили недолго. И стали уже договариваться, чтобы пожениться. Ну, поженились. И таких примеров в зале было десятки. На вопрос, в чем секрет долголетия вашей семейной жизни, все супружеские пары отвечали одинаково. Нужно понимать друг друга и уметь уступать. Не ссориться и прощать обиды. Тогда и брак будет крепким. Завершилась встреча концертом, который подготовили лучшие творческие коллективы. День воинской славы России 10 июля. В этот день в 1709 году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском сражении. В этот час решается судьба Отечества, обратился Петр Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов неизбежным. Социальная программа «Защита здесь».